Есть против Energy Sports, и начали очень резко, и пистолетка уже в игры на командование Гейтс, и со мной Андрей Анишарт, и вот это всё. Ну или может быть пока что не совсем Андрей, но он сейчас где-то будет. Вероятно. А, он меня просто не слышит, я понял. Это очень грустная история, вот теперь он возможно меня слышит или нет, мы сейчас проверим. Оп-оп-оп, и теперь Анишарт меня слышит, да. Так вот, вырываемся, короче говоря, и Ренегейтс уже выигрывает второй раунд, у нас карта до оверпасс, соответственно, и в общем-то продолжаем. Да, действительно, первое бест в 3 на сегодня для нас, того Евгений, вчера был очень тяжёлый день, сегодня ещё более насыщенный, потому что помимо двух бестов в 3 мы увидим им бестов в 5, в конце концов, и Ренегейтс именно уже открывает этот игровой день, так что для нас всё будет очень интересно. Да, всё так, ты продолжай пока. В принципе, тут сейчас, играя против полного девайсного раунда, Ренегейтс вставляет свои фармганы, есть у нас 3 морковки, есть Юнфашка также на GKS, и нефть играет с Кальтом, киты у двоих игроков. В защите тут под Б база есть некоторые контакты, алонг, но по всей видимости, и Бригзитс забирает у Стилла, неприятно, ну а что это делать? Под Б база Изяр начнет очекивать воду, здесь тоже никого, и в целом расстановка команды Ренегейтс сейчас им позволяет, безусловно, укреплять базу Б, но дыра на Аплант теперь присутствует в том числе. Так, 4-человековая команда, РНГ против NRG, кстати говоря, РНГ против NRG, это забавно. Символично. Символично, да, согласен. Бомбу пока скинули на G-Sports, Ренегейтс в 4 лица, как мы видим, укрепляет больше Б, и один человек через поджим работает это Нифти, Итан убивает ЖКМа. Ну и Нифтич, может быть, здесь что-то сделает интересное, кстати говоря, сейчас посмотрим, видят Серк, с Серком не справляется, Серк со вчерашнего дня достаточно приятно вообще-то играет, даже очень местами. Ну а за GKS остается вдвоем, про бомбу забыли вот ребята из NRG Sports, это, кстати, проблема, потому что она реально далеко. То есть единственная проблема, что здесь просто все умрут раньше, чем ребята даже возьмут бомбу, вот как сейчас, например. Но в любом случае, если бы как-то эти двое товарищей выживали, возможно, NRG Sports даже бы в каком-то смысле где-то не успевали добежать. Добежать, не добежать, здесь однозначно пока что все на Overpice просто начинается. Я сказал бы, что вчера, например, у меня на Overpice атака доминировала, то есть защита тоже, как имело место быть, но по большому счету раунду выбирались за сторону атаки. И очень приятно удивило вчера команду РОК, но то, что они проиграли Люминосити, это было небольшое расстройство для меня. Да? Да, РОКИ проиграли Люминосити. Нет смысле, я имею в виду расстройство было. А, да, я болел к этому до последнего. Ну ладно, ну, окей, бывает, бывает как бывает. Ну что, пистолеты здесь не дефолтные, местами дефолтные команды Ringgates. Две чешки туда, по 250 сюда, 2 USPA. Я так смотрю, просто у нас на HLTV все поудаляли. Energy removed overpass, Ringgates removed cash, как бы и map overpass cash, Inferno. Я думаю, что что-то здесь не так, но да ладно, overpass взяли Energy и Ringgates кэшански. Так что, да, Inferno мы уже не дойти в принципе. Если Energy возьмется с первой карты. Да, можно мне дойти согласие на кэше Energy могут ренегатов в принципе растоптать. Ну, плюс-минус опять же. Вот так. Что там у нас? Обновь на пасы играть. Что там у нас? Ребята в чате, расскажите, пожалуйста, все ли слышно в балансе, все ли видно, все ли хорошо. Ну, то есть плюсик, если все хорошо, если что-то там, если в общем что-то там, что-то там. Заход на Аплентер, посмотри, пистолеты голые принимают выход, Миттон забирает китти, GKEA забирает кули, GKEM GKS просто на двоих разворачивают на три минуса себя, церк завирает EZR, GKEM закрывает церковь и эко-раунд на Апленте для команды Ренегейтс. Ну, добавная история. Double J как обычно работает, на самом деле никак обычно, потому что они периодически не работают. И Близи погибает от ее стила, но в этот раз они сработали. В общем, возвращение, судя по всему, Double J стака в команде Ренегейтс, потому что полтора месяца я их не видел. У них что-то не получалось. По поводу счета по картам, вижу вопрос в чате, мы прям только-только начали. Она просто вот как-то резко, потому что должна была бы быть после Европы, да, но не после Европы, потому что, видимо, сами организаторы подумали, что реально слишком поздно начнется. Да, игроки все готовы были. Да, но тем более. Десять игроков на сервере было, они уже, наверное, там машинили по поводу, о чем мы так долго сидим здесь. Да, 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 тем более у нас гранд-финал еще Best of Five сегодня, 2 было 3 и Best of Five, это может быть прям вот до очень-очень позднего утра. Не, ну, в принципе, если получится история так же, как из Gambit и Minors, и кому-то дадут карту преимущество, а такое вполне себе может быть, то там две карты, и Best of 5 может превратиться в обычное Best of 3. Да, да, кто знает. Бригзи в те времена контролит игровую площадку, расстановка команды Ренегейтс, это 3 плюс 2, есть у нас и Банан, есть также и Алонг, и для команды Energy банально нужно добиться хоть какого-то направления, возможно, даже душить Асайт, к тому же снайперская винтовка от нефти, она находится под базой Б, так что здесь, возможно, даже и побольше пространства, нежели направление другого плана. Так, 5 калашей от команды Energy, Гэпс получает пых и пулечки, ну, то есть, это я все к тому, что у Energy все еще есть калашовницы в калашовницах, соответственно, да, калаши в калашовницах, и они как раз будут пытаться все-таки вернуться здесь у них, кстати, получается вполне себе, Б-Плент, ну, полностью проваливается по защите и сейв двух девайсов для команды Ренегейтс, то есть вроде как Б-Плент приняли, но при этом Energy G-Sports далеко противников не отпускают. Да, хороший выход под Б-Базу, как итог, второй раунд для них, по экономике защита вроде как сможет закупиться еще разок сверху, но вот если возьмут два подряд, то кто знает, что может получиться с командой Energy здесь, они играют за атакующую сторону, где нужно набирать раунды, посмотрим. Ну, будет сейв, ничего не произойдет, сэрк попытается найти оппонентов, но, вероятно, на самом деле не найдет. Не стоит, не стоит денег, нет. Ну, он просто не найдет их, потому что они спрячутся, ну и вот он еще один. Раунд для Energy Sports, 3500 на руки. Так, и, кстати, лучший фрагстатер пока что Итана, а вот худший как раз Фагли, пока у него не получается, хотя более ровно команда Ренегейтс идет, 2-3-4 у них. В этом плане немножко большие правила команды Energy, например. И опять девайсы дальше, все еще у тех и у других, и так как они размениваются раундами, пока непонятно, кто же выйдет вперед, вот именно в этой серии, потому что Ренегейтс пока что впереди со счетом 3-2. Нет, ну если продолжать таким же ходом, то экономика защиты падает гораздо быстрее, нежели в атаке, в атаке есть опция поставить бомбу, вот это вот все, плюс двайсы дешевле, по понятной причине. И посадка в коннекторе сейчас для Изиара опасное решение, да, если бы Фагли сейчас подошел в упор, он бы увидел вот эту вот торчающую, а, сбежал смог, тогда совсем другая история. И он находит теперь назад, впоследствии оттяжка от Ренегейтс немножечко настреливает через шары Бриззи по банану, но в целом не нанося особого какого-то дэмэджа. И целая минута Energy Sports банально контроляет респаун и не парится по поводу того, что выходить нужно на поздний камень. Все хорошо, пишут ребята из чата, кроме игры Energy, ну, может разыграется еще, на атаке на оверпассе не все может просто вообще-то получаться, но тут у нас гамбиты параллельно на Европе показывают, вот прям как старые гамбиты на оверпассе, то есть прям на атаке очень хорошо, внезапно, потому что в последнее время постоянно говоришь, Ну, гамбит, у гамбит хорошая атака на оверпассе, хорошая атака на оверпассе, они потом три раунда, короче говоря, берут, и ты такой, ну, хорошая атака на оверпассе, то есть, нет, вот теперь, вот теперь как-то вроде даже хорошая, а там, а что у нас здесь? Ой, какая хорошая нашивка по стенке, но не добивая до конца своего оппонента, язер принимает лонг, его поджигают, оставляют пикать на банана, там еще и потери у стила от церка, депп зажимает, а лонг, плент уже в меньшинстве, нефти промахивает по лонгу, вон деппс от деппс, язер закрывает брикзи, 4 в 2, и это, по-моему, потеря контроля. ЖКМ убивает Фагли, 3 в 2, и все еще есть вариант у защиты, может, что ЖКС работает, но точнее ЖКМ работал, и ЖКС работал, но отлетает все-таки от церка, церк вот в данном случае не промахивается, молодец. Главное верить в себя, матч перестанавливается. Вчера очень много пауз было, кстати говоря, я помню первый матч, который я смотрел, это как раз был урок против Slow Patrol, и я тебе могу сказать, что товарищ Рики вылетел раз 6 за первую половину, надеюсь, что сегодня такого не будет. У тебя, кстати, да, я помню, в смысле, я так, на фоне следил, действительно, что-то на втором канале все вылетало, вот, на основном канале как раз вроде не вылетало, но все равно было как-то все равно достаточно долго с допами там местами и так далее. Я удивился, когда услышал, что мне придется ждать целый час своего матчапа, потому что по расписанию я стоял на Slow Patrol против твоих лузеров, да, а в итоге что произошло, все поменялось, и как сегодня заминки, видимо, немножечко не смогли грамотно собрать здесь какое-то расписание, но, ладно, что, бывает. Так, ну, продолжаем. 3-3 счет, опять же, пистолеты от команды Ренегейтс. Что с пистолетами можно сделать? Только вот если сторону угадать, то что-то можно. Вот сейчас угадывают, судя по всему. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это интересно, кстати говоря, там реально интересно. Это все еще может получиться в каком-то смысле. Ой, какие флешки. Вот шоколадная флешка, прям бриллиантовая какая-то получилась. В итоге с пистолетами 2 кило, по-моему, достаточно. Можно и третий, в принципе, забрать здесь, нефть и так, как ГИЛАЕТ, но цирк забирает по поводу шоколадной флешки-то, кстати говоря, так это же как шоколадная медаль получается, да? Шоколадная флешка. Вспоминается сразу детство. Свежесть флешки вместе с Ренегейтс, свежесть флешки. Это что за рекламный слава? Ты полон сил. Так, все, окей. Продолжаем дальше. Это, ну, в общем, кто в чате вспомнил вот это замечательное слово и шести букв, тот сразу же напишет, потому что это очень сложно забыть, если вам столько лет, например, вы это слышали, хватит раз, это прям как опухоль в мозг просто прилетает и 12 лет, и ты помнишь, цирк убивает нефти. Да, вот такая вот неприятная ситуация получается, нефть пошел пушить без снайперского девайса, за счет чего цирк, конечно, реализует свой минус. И 5-3 изначально для старта этого раунда очень неплохо, Энерзич теперь могут давить, могут реально душить, но обрати внимание, как Изяр прокрался по тоннелям, по подземке. Он зайдет в спину? Ну, и он идет через фонтан, видимо, или через киндершпиль плац, не через фонтан пойдет, на лонг или на банан, мы сейчас, ну, то есть мы сейчас увидим, мы не знаем, но, видимо, на лонг, раз у него прицел туда направлен. Ну, кстати, реально круто, ЖКМ еще Underpass закрывает, но АЗР самое интересное здесь, парень, ооо, нук, 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 ты терпеливый, какие они все терпеливые, профессиональные игроки, господи, зажимает, зажимает, посмотри, еще и коннектор в упоре здесь, оттяжка у команды Энерджи будет очень-очень непростая, у Стилла не пались, у Стилла забирает депс, на спину точно смотреть не будут, фугли забирает у Стилла, у тебя есть инфа, потому что изяр спалился изначально, и царь забирает также джейкема. Я отлетел, потому что смог выходил, его увидели первым. Ну, ведь неплохая западня получалась, я не знаю, зачем депс открывался, так рано, и вообще начал убивать игроков, заходящих на клэн, тут мог двоих запустить. Я не скажу, что вот надо было прямо сразу стрелять, и понятно, что это вот профессиональное чисто терпение, получить как можно больше информации, и как бы это лучше, чем вот то, что я говорил, то есть у меня прям-прям свербит, и надо вот застрелить обязательно, когда ты видишь, но он реально прочекал все, что мог прочекать, но вот у рингейс просто остальных игроков немножко не получилось, ну ладно, энэжиспорс, кстати говоря, вперед же выходит, да, то есть вот они начинали, это не очень здорово, а теперь вот они вышли вперед. Ух ты! Смотри, что видит просто как много спин, но, к сожалению, выпадания не такие точные, теперь инфа про то, что здесь на позиции слева откыл очень много игроков. Защита нити находится минус по-близи, предварительно забирающая изяра иттен и деппс, и нефть сражается до последней. Нефти погибать будет от фагли, но не сразу, правда, но фагли таки справляется. Пять ранов подряд от NG Esports, очень, очень серьезно, да, очень бодро. Согласен, абсолютно полностью согласен. Здесь ухо. Четыре у вас. Вот таким началом мне очень даже нравится, потому что как бы подсадки уже сразу используются. Вчера очень много удивлений было от того, как у меня американцы посаживались на шарте NABEL, здесь вот втроем, я вообще в шоке. Приказой был неприятно удивлен с компанией, но потом они вроде как начали чекать этот подсад, и теперь два века. Вот, лавика вчера было для меня тоже удивлением своеобразным, но, видимо, в американском это дело практикует довольно-таки часто, и деппс находит вниз под GKM, снова интерфраг для команды Energy. Так, GKM, пал, смерть храбрых, АЗР все-таки не будет топить куда-то дальше, смоком, возможно, закроет ЗИК, но решает, что не сейчас. Прочекал оппонента, возможно, прочекает еще раз. Ну, прочекал еще раз, но точно видел там террориста, АЗР понимает, что где-то здесь точно кто-то стоит, возможно, готовится атака под B, да, возможно, фейк под B, то есть АЗР, и надо думать. GKM снимает одна АЗР, сразу же смоком закрывает, ну, естественно, поздним, соответственно, свою позицию, не справляется с выстрелом, но с выстрелами своим GKM. Оооо, that was really good, I'm an Englishman. Englishman in New York, я понял, тоже хорошая песня, кстати говоря, вот, да-да-да, хорошо, но и через КАМАЗик из тела не работает, хотя вообще-то вот это крутая текстура была, но, как я понимаю, там проб через который не пристрелить, то есть она не сквозная, хотя я вот что-то первый раз вообще-то вижу эту дырку. Ну ладно, нефть, нефть, да, хороший контакт 3G, чисто такой вот хороший 3F, цирк остается с нефтью, тут 1 на 1, видимо, ну, лишний стрейт, как мне кажется, можно было бы и подождать, в целом. А векаре можно было бы, кстати говоря, смотри, 3 кило и 2 кило у них GKS, а то есть, ну, тут ничего особенного, в принципе. Да, это раунд от КАМАДРЕНГЕЙТС, они остановили винстрик в 5 подряд от КАМАДРЕНГЕЙСПОРТ, но интересный леверпасс уже получается, ну, правда, интересный, и хорошо, хорошо, что так. Хотя, с другой стороны, у меня вот вчера тоже, например, были интересны какие-то катуньки разного, опять же, рода склада и порядка, и даже с допами, и при этом одна команда вот 2 трети карты тащила, 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 потом, броу, и прям сдулась до самого конца. Это про комплекте и слово патрона нифига, да, наверное, да, 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 это было, так, фагли, вот, это, то, 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 сработает нормально, все хорошо, замечательно, азер, съемку. Ручусь, пинец, маку, был, джеки, эм, ну, на смену от Азиар и Итан, и далее, проход от Фагли. Короче, какая-то полная дичь происходит, но бэплэнти и бомба подбирает террористы и пытается разыграть уже в удаче 2 в 2. Итан? Будет ставить бомбу, молотов мимо. Ну, мимо Итана, по крайней мере, точно, молотов-то попал, куда попал, но точно мимо Итана. Бомба поставлена, Итан подождал, когда молотов догорит, по звуку, опять же, да, находясь в маке, потом спокойно вышел, когда понял то, что он догорит. Сэр Кью Итан против Юстила Нифти, оба с хелпы, оба с хелпы. Под флешку Юстила. Ой-ой-ой-ой, слишком рано, кстати говоря, для Юстила, но он все равно сработал. А теперь Сэр Кью Итан просто сжимать двух сторон. Ну, вышел, спустил его, подловил, что ли. Близкая первая половина уже. Не хотят ренгейцы отпускать Энерджи и спортсменные атаки очень далеко. У Энерджи закупка на последние денежки уже сейчас. Ну и надо смотреть, что Атака может предложить. Двоих отсылает. О, это вот интересно, прям под болото в упоре Итан хотел бы встать, скорее всего. А-та-та-та-та-та-та-та. Ой-ой-ой, видит, АЗР будет падать. У Итана не получилось по голове пройтись. Вот если бы получилось, там бы АЗР отлетал, и это было бы суперкрутая тема для команды Энерджи, но не в этот раз. Там только Вантап спасает террориста. В противном случае попасть очень тяжело. Что теперь Итану будет получать этого парапета? Ребуст на другой стенке получается. Также Алон прикрывается у Стила. Благовик присутствует в защите, а вот очень важный девайс, важный ресурс. И Джейка мы теряем на Б-базе, быстро развалился. Не судьба. 2 плюс 2 остается защитой. Так. Контроль от Лонг. Остальные его тиммейты под коннектором, кто-то под туалетом, да, то есть здесь. В принципе. Пока зависли, да, ничего особо не происходит в том плане, то, что они готовят. Они готовятся выйти на свои позиции. А здесь нефти. И вот пока что все самое драматичное будет именно около нефти происходить. Потому что все остальные под Б, а под Б ничего интересного нет вообще. Поэтому мы следим за нефти. Мы смотрим дальше. И вот он стоит, а вот он в упоре по 90. Это абсолютно такой вид, он будет погибать. То есть он убивает одного, погибает, у него вообще других вариантов-то не было. Хорошо, что хоть одного лоба. Да, действительно, хотя бы один минус и на том спасибо. Айзер выходит через рампу, забирает Гиттуна, умирает от Брикзи вместе с Терсом. Ну, три в два. И обрати внимание, что через спину никто не пошел. Реднигитс решает играть оба ЧС-Сити. А это вообще-то не очень хорошо. Тем более, что в меньшинстве. Есть Тила. С GKS-ом 2 на 3. Есть дофюз-киты, есть флешка. Вообще-то очень мало гранат. Ну, она одна. Для того, чтобы что-то сделать. А, у СР-ка еще снайперская винтовка же есть. Ну да, они такие, о, не. О, не, давай не пойдем. Брать от Скролик, да, давай не пойдем. Потому что не стоит. Так, 1400 на руки. А, все плохо. Понятно. Два девайса, и все равно все плохо. Но пистолета, поддавайся, будут они даже раскидать не смогут сейчас. Ну, пистолет всегда купить можно. Будет ли это целесообразно? Потому как тут 1700, да, действительно, насыпает не так уж и много. Делать одно эко тоже такое себе. Не, мы могут кинуть фамасу, типа, и закупиться минимальным набором гранат. А кто-то купит еще первые кивары, да? У кого там 1500-1800, и купят гранаты сверху. Не, можно, можно. А паузы должны это обсудить. Ну, это очень тяжело. Потому что у Energy Sports вообще полный набор гранат. Там 5 молотов, 5 смаков. Да, там фулл пак, я согласен. Ну, то есть по 4 штуки. Все подряд, у всех подряд. Ну, как обычно, через какой-нибудь дичь этот раунд возьмут и выиграют. Ну, к примеру, опять же. Укрепление. Нужно укрепление, но угадать тяжело, потому что вот и в предыдущем раунде мы с тобой видели, как 3 на B и один лишь нефти на банане. Типа, зачем он был на этом банане? Собирал информацию, это само собой понятно, но в случае, когда ты единственный опорник на Апленте, стоит ли так рисковать? Ведь с Плентом он мог бы реализовать АВИК минимум на 1 минус, а то и 2 сверху. А так 1 минус 100% и сразу же отлетает. Тяжело? Итак, пистолеты местами дефолтные, местами не дефолтные. Команда Ренегейтс под, опять же, те самые 2 девайса. То есть, опять же, они не раскидали. И не стило погиб еще. Никто не будет погибать. Ну, все. Ну, в смысле, минус 2 сделали ребята из команды Energy Sports. На B никто не пойдет. Из команды Ренегейтс. У них нет ни позиций, ничего. Экзит фрагировать, может быть, под конец Рауда, это единственная идея, которая могла бы залетать в голову. Но М-ку это нужно сохранять, потому что обязательно, в принципе. Джекейтс все равно идет. Вот они все равно идут. Я говорю, не пойдут, они все равно идут. Я очень сильно не уверен в этом решении. И они уходят. Я понял. Это типа, мы пойдем, но только чуть-чуть. Но только на полпуленьки вот это все. Полпуленьки? Угу. Так-то можно было и в голову вам тап выхватить, потому что есть у нас эйзер. А, вот эйзер девайс забрал. Вот зачем они полезли в коннектор, они за девайс. А, да. Слушай, ты прав. Да, тогда имеет смысл. Только сейчас. И имел смысл. Да-да-да-да-да. Это лучшее решение было. Опять. Комментатор второй сервер. Короче, все дела. Да-да-да-да-да. Все правильно они сделали в таком случае. Там же, получается, отъехал один из девайсов точно. И первый плей на выбросе команды Energy Sports в итоге... Вот теперь... Вторая закупка все равно получает защиту. То есть сейчас сливают и все равно отдает 10-5. Ничего особенного в этом нет. Ну, да, они добавились, сохранив два девайса. Большущие молодцы. Это позволило купить даже местами гранаты. То бишь, даже можно нормально позащищаться по-человечески. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, Фагли выбегает. Еще и 4-блайн демирайджеки М, правда, очень долго жил. Но это не мешает Итану и Депсу сделать еще по-минусу. У Стилла и нефти вдвоем. Я не то чтобы даже удивлен этими результатами. Уверпасс карты Десайба. Если грамотно пользоваться тем же самым выпадом. Вот, Фагли уже не первый раз уходит через молот. Из молотов. Но на монстре его, почему-то, никто не ожидает все время. А то и флешки хорошие взлетают. Это хорошая перформанс. И Стилла и нефти последние остаются против четверых. Ну, М, Джей Спортс за Аркадия Лебея. Пролепили просто насквозь всех. С теми самыми гранатами, кстати говоря, которых я тут целый дифирамбы разводил. Просто сняли... Да чувствуют просто, что на базе какая-то дырка небольшая. Ну, есть такое, да. Потому что хороших б-плантов уже местами было. И даже с постановкой бомбы в неудобных условиях все равно было. Потому что молики, например, местами промахиваются там и так далее и так далее. То есть, да, предыдущий раунд их почти и не было толком. Потому что деньгами закупались очень слабо. Есть такой момент. Нет, там гранаты... Мы сняли были венегеицы. Ну, это максимум должно быть пять мальков защиты. Это самое важное граната. Ну, после смака, конечно. Ну, не то, что пять. Тут просто надо в оверпассе. Да, действительно, эта банка правда очень важная. Но это, опять же, все лирика теории крафтинга. Потому что Энаджи реально просто берут и на стрельбу выходят на Б, понимая, что там реально дырень. В защите от венегеиц. И как бы через... Ну, а будет просто эту дырку как раз. Получается, что так. Ну, что-то вот непонятно все еще. Потому что скаут-райфлы есть, юмпик есть. Все есть. И на самом деле венегеицы все еще могут взять свой шестой. Хотя и шансов-то чисто по тенденциями то, что вы супермного. Энаджи должны сейчас прочувствовать, что на Апланте всего лишь один напорник. Но плюс-минус хорошо. Два. Потому как нефти то на А, то на АБ со скаутом. Да и девайс у него далеко не самый жесткий. Так что здесь можно сыграть. Очень легко и просто. Подвое вас очень часто ходят. Настыкаются на укрепление. Неужели Энаджи до сих пор не поняли, что на Ассаде игроков-то всегда меньше оказывается? Почему же так долго? Близи. Идет дальше. Вместе со своими товарищами. Истила слишком поздно. Пока что, по крайней мере, мне это кажется слишком поздно. Цирк промахивается. А вот теперь, может быть, не поздно. Если они застрянут. Но Цирк второй раз не промахивается. И значит не застрянут. И вот он Юстила. Надо очень-очень понять, насколько он не поздно. Замыкающего с бомбой убивает. Круто, кстати. Большущий молодец. Все-таки не так поздно. В итоге на два лица. Буквально всю команду. Раздербанил ребят из Команды Рингейс. Большие молодцы. А вот тебе-то история, когда вы слишком долго контролите этот обмен. Да, и получилось так, что в спине Устил оказался вовремя. Но можно было избежать этого поражения, если вы не банально полетели в раж. Я вот этого до сих пор не понимаю, почему Energy не осознали. На плейте всего лишь два игрока. На снижение детей половины. Точно. Так, подождем, когда ребята разыграются. В итоге. И на вторую половину Деверпасса обязательно, дорогие друзья, отправимся вместе с вами. Я напомню, что это заключительные матчи сегодня. Заключительные квалификации, не салон New York 8. Да, 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 да. Они самые заключительные матчи. Сегодня гранд-финал. Слот только один. Выживет только один. В Европе, кстати говоря. Вот это интересно. Обычно же какому-то региону дают несколько больше. Но больше инвайтов просто было, судя по всему. Поэтому, типа, извиняйте. Но вот, если хотите. Нежно, нет. Да, да, да. Если хотите, боритесь. Мне только спросить справку. Понести вот это все. Поэтому нас еще два было три сегодня. Два, два, три. Ну ладно. И был пять еще, да. В смысле, был три, был три. Я понял, спойлер уже закинул, чтобы было пять. Я уже вообще-то сегодня на самом деле сказал. Ну, да ладно. Так, все еще ребята делают вармап всякие свои. А непонятно, это пауза должна быть либо минут, либо и варканка. Вообще не должно быть. Вчера он нам не то была, а то ее нет. Я единственный вопрос. К ребятам, типа, им не хватило, что ли? Ну, в плане разминаться до начала. А, да, это забей. Я же тебе говорю, непонятно. Должна, но ты вспомнил уже в Англии села в Нью-Йорк, да? Да, грубо говоря, в турнирах из Аллан, где минутная пауза между половинами есть. Идей. Как я. Но почему у меня вчера то была то ее нет? У меня вчера вот такие паузы были, например. То есть я такой заверил раз. Не первый раз уже. Ну ладно. Ну, возможно, какие-то технические трудности терпят. Тем более, что там гамбиты с Норсами же доигрывают, да? Может быть, мы вообще сном и стрим сейчас будем ждать. А, нет. Не будем. Ну, там гамбиты уже в шаге победы, считай. Что-то 15-10. Ну и что. И вот он пистолетный раунд второй половины. На саппорте быть нефти для своего коллектива. А может быть, в два саппорта на оберпассе сыграете, потому что в одного может быть недостаточно. Нет, в одного сыграют. Окей, хорошо. Допустим. То есть это смок и две флейки. Ну и в одного саппорта, опять же, более агрессивного, чем с маковый с дефьюзами саппорт. Опять же, адепса от команды NRG. Наверное, выберут. Ну, вообще, выбирает пока... Да и не совсем бараж, кстати говоря. То есть интерпасс, я вижу возможное болото плюс катухи. От контроля карты играет. Если сейчас найдется, что-нибудь на медли, возможно, даже перетянутся на коннектор. На базу влетать очень часто проблематично против виспов. Если там еще и молотовая граната есть, то это вообще шок. Люди, которые вырываются, монстры на пистолетах сгорают не доходя до планта. И затиши перед бурей. Целая минута все еще есть. Вот и банан вроде как почекали, да, ренингейцы понимают, что упори никого. А значит, ожидает нас с вами очень медленная пистолетка. Победу пока что предикшен очень сложно сделать. Ну, зависли. Ну, это бы, да-да-да-да. Вот они выходят. Сплит. Ой-ой-ой-ой. Итан хоронит людей. Жесть какая-то вообще. Бризе будет запортить аккуратно. У Бриза даже не сразу получилось. Да-да. Получилось. Не в последний. Бриз в итоге реально заливает вместе с Итаном. Весь раунд фагли там допомог. Отъехал, но допомог. Но Эннаджи выигрывает пистолетку. Бомба не поставлена, кстати, от команды Ренингейтс. То бишь, раннего двайсного не будет. То бишь, Эннаджи Спортс, если переживает форс, в принципе, фулл пакет себе в три раунда берут. То бишь, 12-6 имею в виду. Замечу, что перестали, перестали мы с тобой видеть такие форсбайки, где пистолеты без арморов играются. Ренингейтс все еще по-старому. Пистолетки в армии на попытку уходят плохие выпивания девайсов. Возможно, даже с девайсами подобранными выиграть шаун. То есть такое тоже было. В последнее время я стал замечать, что просто пистолет играют. Это тоже и своя резонность. Но вот подсадка на базе и реализация по GPS. То есть у Ренингейтс не могли сделать то же самое за защиту, зато против них это как раз-таки работает. Фомасик, Фомасик, Фомасик. Юмпик и Юмпинай на против пистолетов от команды Ренингейтс, которые не справляются с такими девайсами, как мы видим. Ну то есть в дуэль, да, один на один только что отъехал товарищ на шорте, например, под Б. И ребята под Аплен, через Банан попытаются ворваться. И то, кстати, попытаются ли, потому что я вижу, что бомба хочет в крысу как бы забежать через катухи на Б, при этом стянув всех под А. То есть нужно супер-супер шум сделать где-то под А. А он не успеет за это время. То есть шум очень быстро превратится. Он уже начинается, и как бы бомба все еще стоит на респауне. Что это? Ренингейтс. Возможно, общается, потому что я другого объяснения не вижу в этом плане, что происходит с бомбой. А, нормально. Нормально. Так, фаглик говорит из тела, азер тоже падает, скайм-последиего. Ну, вот в тот самый момент, когда команда Energy банально не парится насчет того, что оппоненты, они просто пушат и видят, что Ренингейтс несколько растерянно. Здесь с чем-то связано не совсем понятно. Хотя, может быть, не их пикмул. Ну, очень странно. Так. Флэка, опять же, да, то есть до 12.6 мы все-таки должны доходить. От фавелинписан, кстати говоря. Ну, с глоками особо ничего не сделать. Как-то попытаться... Не обязательно, кстати, тоже вместе, да, то есть тут такой момент. Не обязательно прям вместе выбегать на один плент, например, в глупую, очень плоско стрелять, хотя это не такая плохая тактика с глоками. Можно вот по болотному, как лимон, выжимать, пытаться наносить как можно больше урона, чтобы через какие-то там 2, 3, 4, 5 раундов у команды противника на какую-то, например, гранату там не хватило. Вот это все. То есть сугубо такой стратегический стиль боя. Но ребята вот гуськом-гуськом идут постепенно пода и меж таймингами, кстати, они протиснулись. То есть есть хороший вариант. Хороший ли это вариант в конечном итоге мы сейчас с вами не узнаем, потому что церквитен 3 минус значительный секунду стил выбирает 40 минус также еще ответы на поэзиару. Остается лишь один бедный усил, пхп и попадание отбитана 12-6. А вот мы тем временем Гамбита завоевываются. На что? Висела Нью-Йорк, правильно, европейский, да? Единственный. против Норс. Да, да. Молодцы. Так, кстати, ловерпасы, я хочу сказать, я вот тут открыл хелтв и понял, что у команды Ренегейтс на верпасе совсем все плохо. 3% винрейта и последние 4 матча не проиграли. Не проиграли Гацентом 16-3, Гамбитом 16-5, Энерджи 16-7 и снова Гамбитом 16-13. То есть тут как бы очень плохо. Ну... Ну, Рип, че? Тоже сложно поспорить, да? Рип, да. Рип Ренегейтс на верпасе. Реально сложно поспорить и правда. Статистика есть статистика вообще-то. А вот когда-то я помню, что у них оверпас было далеко не худше карты. Вот у меня такое ощущение. Не подскажу. Что раньше было лучше. Раньше было лучше. И трава зеленее, да, и... И пыль, не было голубее, как бы. Вот. И у Кристалл мои волосы другого цвета, как говорится. А теперь видишь... А теперь по сезону можно поделять, какое у него настроение. Да, всегда фиолетовое. И что у нас здесь? Ренегейт, все-таки, проходит дальше, по поводу команды Гейтс я помню, разве что и папе из карты Дэймираж, которая мне вот врезалась в память, а не с дайверпасом, поэтому по верпасу не скажу особо вот ничего, чтобы не сказать. Ну, Рип, че? Тоже сложно, сложно пошло. Ой, Рип, да. У меня на заднем плане в верпасе. Почему-то... А, это нас просто перевели на... Я понял. На заднем плане включился, я испугался, потому что что-то вроде и так-то 28 личностей в голове это еще 29-е это соединилось ужасно. Так, ну и команды не Гейтс пока вот это все происходит, все-таки вскрывает Люсофагли и пойдут на Аплент. Да, минус по Аплент нефти, хороший entry-frag, Energy Sport сейчас должны укрепиться, должны понять, что у них сейчас на Аплантике достают одного игрока, закидка гранат, команды не Гейтс, но все еще есть возможность оттянуть в сторону базы Б, и вот приемка на Амолике плюс мог на тушение гранаты и делать 0 минусов умудряется, что как бы сухой раунд может преподнести команде Ренигейц. Но забежали на А, все хорошо получилось, готовились, готовились, все классно, Бризи убили, я напомню, что это четвертый раунд вообще-то второй половины, то бишь, это очень плохо то, что, точнее, наоборот, прошу прощения, не стоит вторную, я начал, очень плохо то, что Energy Sports его для себя проигрывает, очень хорошо то, что ренигейц как раз надо было с негативной, не с негативной, а с позитивной стороны, очень хорошо то, что ренигейц его выиграли. Но по деньгам то все равно есть закупка, да, пускай там 1700 у церкви, но остальные вроде как заряженные готовы к бою. Ну, в принципе, да, но вот это тот самый, то есть именно на девайсном после вот этого стандартного пака в три раунда необходимо цепляться. А они могут так же сейчас забрать этот и не париться? Могут, но вот ренигейц зацепились, это здорово, то есть могут еще на атаке сами показать, мы сейчас очень пристально будем смотреть, как вообще получится ли, да, что-нибудь интересное, потому что сейчас уже Азейр занимает, я вижу, андерпасс, но не идет дальше, потому что идти дальше слишком опасно. Кстати говоря, я говорю, не идет дальше, он вот и идет дальше, то есть он на один щекпоинт сел, сразу подумал, что я без передышки пойду чуть-чуть поближе. Под флэш, Эзиар открывается на коннекторе, на коннекторе в упоре никого, Энерджи весьма сейфово играют на Апленте, не позволяя себе уж так много, да, с другой стороны на Б базе ну прям совсем пассивный из раунда в раунд, ребята, ни разу на монстр там не заходят, в воду не занимают, и дает очень много пространства Ренигейтс, о которой в принципе и должны этим пользоваться, вот они сейчас выходили на Аплент последний раз и вряд ли они пойдут дважды в этом направлении, только если не какой-нибудь entry frag, а на банане это может получиться, потому что ЦРК уже агрессивно стоит, ну и пытается зачеркать скорее всего выход на мид. Итан, ХП одну теряет от ХЕшки, Гарин Гейтс, пока еще не уровень Астралис, ЦРК ее все-таки скрывает здесь АЗРа, переходит дальше на КАМАЗ, ну да, шикарный муфер, он знает, что сейчас нужно делать, опорная, опорная позиция, это очень хорошо, фагли под флешку, под ЦРК, ой, сад, горит, но саражи убивает оппонента, бум, еще одного туда же, вот Светллин шикарно двигался, как вчера, шикарно двигается, как и сегодня, вообще без шансов, просто в хламину, реально, просто в хламину. грамотные мувы преподносит, сейчас возможно взять 13 раунд, гигант, команда Ренегидз, все еще имеет какие-то шансы, закупить девайсы, но, 3 954 900, и остальные, меньше, какого-то, вот такого, значит, минимума, в 3 700, калаш с армором, вторым, обязательно нужно иметь на руках, в противном случае, будет весьма проблематично, и сейчас решение взять экономически с пистолетами и арморами, тоже не очень хорошо смотрится, 14 раундов Energy могут получить на ровном месте. Итак, 13-7, и, как ты и говорил, в общем и целом, NG Sport взяли и сразу же вернулись, благодаря церкву, в общем, в большей степени, киберспортивный поезд проезжает, в том же, мимоходом, опять же, нефти практически убивает Итана, в паре вместе со своим товарищем, это было близко, но и там сумел выжить. Отсутствие каски, на это не сейчас, очень серьезно нам показывает, насколько оглох вообще серьезным, в этом плане, да, по головам он стреляет весьма больно, но, аж остановка команды Energy меняется, 3 плюс 2, и сейфовая отыгровка на Аппленте, возможно, даже стоит оставить одного церка под Апплентом, осознавая, что это пистолет с арморами, то есть, если уж на церковь ворвутся, то с пистолетами, маловероятно, его заберут так уж быстро, как это могло бы быть, что там у нас по ЖКМу, потому что мне интересно, что там у нас по ЖКМу, назад отходит ЖКМ, уже ничего, бросает свою позицию, зато АЗР не бросает, что-то АЗР хочет обмануть, видимо, да, и пошуметь под А, когда там выход под Б, ну, и вот мы следим, и пока вот не получается у него, и он продолжает шуметь, что типа, ребята, я здесь, вот я стреляю, я что-то делаю, но я бы сказал, что вообще-то только ДЭПС на Аппленте, то есть, я бы сказал, все даже повелись, ребята из-за НДЖ, в каком-то смысле, потому что они шпада, но ИТАН, правда, на девятке Б, на то находится, вот стоит сказать, то есть, 22. Девятка и 9 хп, символично, символично, заход на базу, 20 секунда, кто висит на ДЭПСе, сейчас, убивая Банкери, он живет здоровый, но вот есть минус по ЛДЖКС, у тебя нет времени, времени все меньше и меньше, это еще и нефть, и бомба замешала силу падает, падает от ИТАНа, все, поставит еще и раунд, заберет и минус, не сделает по фугле, это 14-7, экономическая составляющая в защите, имеет порог поражения, неприятный, потому что, проигрывая один раунд, они остаются без закупки, в следующем. Да, это, возможно, и последний бай для команды Ренегейтс, надо отыграть его максимально здорово, взяли его четвертый, только я понадеялся, что, может быть, это какая-то серия, опять же, и почему я с негативной точки зрения говорил, именно через призму команды Энерджи, да, то есть, потому что Ренегейтс могли бы оп-оп-оп, взять какую-нибудь четверку подряд, а там уже достаточно равный счет, а там уже все шансы для того, чтобы выйти, но Энерджи Испорс просто сразу же, прям с топора, перерубили, вообще все, что могли перерубить, все корни здесь, для того, что их пик, при негадом зацепиться, да, да, в целом, счет действительно позволяет понять, то, что, типа, потенциальный каким-то 16-8, допустим, 16-7, да, нередко даже доходит и до более-менее равного счета, но команда на каких-то ключевых моментах просто выигрывает, и такое встречается уже на протяжении всей американской квалификации, мне будет очень интересно посмотреть на карту ДК, тут на кэше будет чисто принципиально противостоять по мне, и хорошие размены, благо не в сторону защиты. 3 на 3 ситуация, в целом, фавористы еще больше именно команде атаки, все еще, по крайней мере, команде атаки, но, но дело в том, что Energy Sports все еще могут здесь расконтролить всю эту историю, а вот теперь то, что нефти депсы убивают, это, конечно, уже интереснее, потому что RingGate свой вот, изо всех сил цепляются за свои, возможно, последние девайсы, и большущие молодцы. Единственная проблема, что они идут на А, а здесь их ждут, Фагли, правда, нервничает, очень сильно нервничает, ну, потому что в итоге они встали 1-1, лучше бы стояли 2-0, вот-вот абсолютно точно лучше бы стояли 2-0, ну, ладно, теперь 1-1, здесь Бризи находится, Фагли в итоге не будет успевать, получается, но ему не так далеко, но все равно не будет, и смотрим. Аплант минус для GKS по Бризи, уже 2-1, кугли, когда 8-ой раунд, получается, да? Да, получается, ты как воду глядешь, 16-8, говоришь, да, давай посмотрим, самое время проверить свои способности. Да, не то, что, не то, что на самом деле там в воду, не в воду, а просто обычно вот в 2 раза больше счет, например, у той команды, которая шает на карте, и как бы в 2 раза меньше у той, которая особо не шарит на карте противника. Фагли будет, вероятно, выж... хотя, подождите, мне не будет, вру, мне не будет выживать, а ВП все-таки GKS забирает, не сразу. Ребята договорились брать АВП, не брать АВП, договорились, что брать АВП. 14.8, которые превратятся вероятно в 14.9, потому что денег нету на Gsports, то бишь, пистолетный полубай от них будет, они, вероятно, будут отпускать, может быть, на 3000, кстати, какой-нибудь девайсик себе закупит серк, но тоже вряд ли, потому что в следующем раунде он хотел бы АВП, и... ну и у остальных нету денег, то бишь, вообще-то команда на Gsports может, в принципе, забить вообще на все и купить какие-то пару там недофотные пистолеты и вот-вот ровно все и больше ничего не делают. Напоминается, сразу же раунду в командоре не есть, когда они приняли экономический на Атланте. Такое тоже может получиться и в принципе у NRG, учитывая, что сейчас можно дропнуть пистолет и ЦРК, но тот-то понимает, что ему-то надо на АВИК, и АВИК стоит с армором 5,550, я напомню. Далеко-то особо не разгуляешься. Итак, флэкер. NRG и Спорт реально забили на все и даже больше, чем я предполагал. То есть вообще полностью на все. Я думал, что не вообще полностью, но здесь прям вообще полностью. Ну, читаемое как бы, точнее даже неправильное слово, не читаемое решение, а в плане понятное решение здесь. То есть просто абсолютно полностью пропускаем этот раунд, нам неинтересно дойти нам девайсы. Нет, подожди, не ифти, сейчас гранату откинет, видимо, что-то он, хотя чем он на спину посмотрел секунду назад. Я думал, он что-то знает, а тут просто паровозиком работягивает. Почувствовал, ведьмак молодой. Да, его вовремя смотрят спину, минус походу, очень много информации. Он теперь собирает, говорит, тиммейтам, походу, раш финал, ой, какой неприятный момент, 4 виспавл его направлений, последний цирк, цирк, а что он убегает? Ну, цирк умрет здесь, никаких проблем с этим нет, одного забрали, молодцы. Опять же, раунд просто, вообще неважно, что здесь произошло, но одного забрали, молодцы. Командин NG Sports неинтересен был этот раунд совершенно. Какую-то идею выполнили, которая могла сработать лучше, лучше не сработало, окей. А вот теперь им надо включаться обратно, вот теперь им надо думать, и теперь им нужно исполнять максимально хорошо, при этом очень аккуратно и здорово, потому что у них гейтс есть реальный шанс для того, чтобы вернуться в эту игру. Опять же, я, в общем, так уже говорил, потому что около четвертого раунда я так говорил, о, какие хаешки, но здесь уже сложно будет продолжить. Ну, опять же, занятие воды на шарте на B и вообще дефолтная установка атаки для ренегейтс может действительно сработать против NG, потому что те начинают ошибаться где-то пострелеку, еще в позиционке и, опять же таки, аналогично зеркальный атака, и вообще в целом игра на оверпассе сейчас закончена, потому что здесь он принимает троих по головам на B-базе, оставляя в большинстве свою команду, еще и очень серьезно получается, расслабляя до их соперника вот это да. А что он хотел, Бригзи? 2 на 2 бог его знает, что он хотел, спиной в самоку бегать хотел получать. Под флэш он под флэш прыгал, ты понимаешь, уже блайнди еще оказался. Получать по затылку по часун, видимо, от команды ренегейтс, но вот хаешка в ранних таймингах не помогла, реально шикарная хаешка, через которую можно было бы через как-то хп сыграть позиционно, но мы видим то, что не гейтерами цепляются. На самом конце фагли. Вот интересно может быть, раз, и второго не ждет, второго не ждет, да, на стрейфах в итоге все работает, GKS против церка будет играть, 20 секунд, так, что там у нас, флэшка есть, но здесь интереснее, что GKS будет показывать, вот она флэха, нет, на флэшке обрати внимания, слышу, дружище, куда пойдет налево или направо, налево или направо, но почему ты выходишь направо, понятное дело, что сывится девятки, блин, как же это смешно со стороны смотрится, мы с тобой это знаем, я вот смотрю со стороны и понимаю, что слишком просто для церкви, не забайтил, не сделал тихо попыток, знаешь, сделать и фаер в голову, ваша вам так залетает только так, просто решил ползти пятой точкой назад, крыль, выбрал, что выбрал, если бы церкви смотрел в другую сторону, ты бы сказал то же самое? Нет, типа, если человек выходит слева со стороны церкви, то ему очень тяжело перевестись, он изначально просто планировал убирать человек справа, и вот об этом я и сказал, то есть надо выходить с другой стороны, но ладно. Кстати говоря, между прочим, у них есть все еще есть деньги, потому что была бомба, да и вообще не так все плохо, то бишь это байраунд от них, опять-таки киберспортивный поезд говорит нам, что все замечательно. Что там? У нас вообще происходит, ЖКМ посмотрел на солнце, хотел кинуть в солнце банку, судя по всему. Ярко слишком, Ярко, да, потушить фонарь. Это все, это все немного не то. Так, ЖКС минус Уититена все-таки было сделано около Б, плант А, на самом деле это основной зеной вообще-то под А плантом находится. Сэрк здесь начинает шуметь, отходить назад, его прикрывает фагли, сам отходит назад, то есть в паре ребята работают снайпер-райфлер, что правильно снайпера надо забивать, потому что с помощью снайпера... фагли, фагли, или сейчас, но его видят гораздо лучше, теперь еще GKM начинает накидывать свой дэмэдж, не, ну, очень странная приемка от Energy, сейчас они очень серьезно просели по ХП, и мало того, что стали смешанстве, потеряли еще, и Брикзи, а вот это вообще провалище какое-то, и стяжка на Б базу. Стяжка на Б базу, потому что Б база пустая, через монстр, тут люлька, который там оставался, по ХП, что там по деньгам, все плохо по деньгам, идите сейвить, на самом деле, ну, то есть, реально идите, идите вообще сейвить, а там Джейкем на пленте, вот это сейчас будет подарочек, лучший бы подарочек, это ты, да, Джейки, ну, нормально, насобирал, тут я один фагли остается в живых, но и не гейтс, все еще будут пытаться, судя по всему, опять же, я повторюсь, какие-то шансы всегда есть, 15-10 счет будет здесь, какие-то деньги очень серьезные, сейчас по девайсам, что значит, какие-то, реально очень много денег теряют на Джейкспортс от этих экзит фрагов, от игрока, команда рингейтс, он большущий молодец, и это раунд на пользование, есть 1400 на руки для энергии, то бишь денег не хватит, то бишь, опять же, под один девайс, они просто обязаны будут играть с пистолетами, не форсов, скорее всего. Да и как видишь, пока, чё-то, разошелся, ренегейтс, пускай и имеет плохой винрейт на этой карте, они ведь могут нагнать, пауза ставится, жалко, непонятно, что это, тактическая пауза, техническая, было бы приятно понять, вообще, что происходит у ребят здесь, в обстановке, но можно сказать, что оверпасс, пускай и закончится, без дома, без всего такого, и непонятно, чьи победы, но он сочный, весьма, вчера было то же самое, но вчера у меня было очень много ошибок, а сегодня ошибки тоже присутствуют, но они не так ярко выражены. Ну что ж, прогресс, 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 правильные действия от него, ребята проходят уже на Б-плэнд и даже выходят на болото, и самая важная тут история, это на самом деле тот же самый Сэрк, это прямо суперпозиция, вообще всех суперпозиций, очень круто то, что он остался здесь, очень круто, если он останется здесь все еще, если правда через лонг ребята из Ренегейс пойдут, будет так себе история, там, скажи, перестрелки, и все-таки Фагли доедает оппонента, и вот, вот, вот оно, и вот очень, вот, вот прям, ох, как вовремя, оп, 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 эх, P250, как же ты подвел, просто человек живого, теперь же мертвого, P250, дубль 2, потому что, ой-й-й-й-й-й-й-й-й, далеко авик вылетел, да, вот она вот, небольшая подстава, еще и бумфери не далось забрать, сейчас по спине, и также падает депс, но 15-11, что с ним, 4 раза на разницу, P250 подвел, хорошая идея церкви, досиделся до вот именно самого нужного момента, идеального момента, понравилось, не понравилось то, что по стрельбе ничего не получилось, по попке тоже, наказать человека, ставящего бомбу на планте, не получилось, ну, к примеру, но, ну, как говорится, ну и ладно, все вообще-то бывает, все в жизни бывает, и мы любим, да, ну и здесь, действительно, реальный, камбэк, вполне себе наклевывается, как мы будем гейтс, до допов, топов, но судить пока все еще рано, об этом, за 4 раунда можно произойти слишком многое, если вот было бы 2 раунда, я бы еще подумал, да, считай, что сейчас экономически, и если бы следующий был последний, то окей, более чем реально, то вот 4 раунда к ряду, и к тому, что еще экономика команды Energy будет расти с каждым раундом, тут сложно сказать, на что можно рассчитывать по итогу, шаги от победы, ведь Energy один раунд достаточно взять, но даже этот экономически может залететь, так, что тут, 4 человека, что решили, то да, в итоге 4 человека, на B-планте, один человек, на A-планте, ну, просто решили угадать, в этом плане, ну, команда Ренге, судя по всему, вообще пойдет по да, и Energy Sports со своими пистолетами не угадают, ну, видимо, опять же, да, к сожалению, для них, ну, и так в жизни бывает, ничего страшного, ну, смотри, подход к Аплэнту, сейчас, за чекали за ящиками Депса, против ЭКО, ребята из Ренгеи, должны банально, просто выходить и перестреливаться, их соперникам, в противном случае, размина, приятные, хотя, ошибок, ошибок нельзя допускать, сейчас, любая ошибка будет победная, но у них позиции нет, я не знаю, тут, какие ошибки, заснуть и закрыть глаза, что Азер в упоре, например, у него хорошая позиция, он просто стреляет, смог ему нормально, только один цирк остается, ну, то есть, ну, непонятно, какие ошибки могли бы допуститься, вообще, с учетом того, что террористов на планете, просто миллиард, в итоге, да, никто так и не умер, и, в принципе, ну, нормальная история, то есть, вроде, так и должно было бы происходить, но, теперь опять, у команды NMG Esports, девайсы, еще и ставится пауза, интересно, конкретно, от кого, потому что, и один коллектив может общаться, чтобы добить свою карту, и второй может общаться, чтобы не дать добить, карту, оппоненту, и, в онлайне все разговаривают уже, во время пауза. Ну, в плане, я имею в виду, что, в принципе, кто инициатор, потому что, могут и те, и те, потому что, это уже N-шпиль, карты Doer Pass, у нас получается, ну, предположительно, N-шпиль, по крайней мере, и тут может быть, все довольно интересно, кто там, кстати, у нас самые-самые бойкие, это 22-22, GKS E, там, ноздря в ноздрю. И церк на подходе, еще в 21. Да, церк, Blackjack играет там свои, действительно, действительно. Это, это еще почему? Молодому уже разрешено, разы? Там же правило, несколько суровее, чем у нас. Может быть. Таким образом, три раунда, три раунда, все еще, вроде как, суровый такой вот, разрыв, 2-2 эснек, по идее. Но все есть, уреники, для того, чтобы сделать допы, главное, чтобы реализация не подкачала, но любая ошибка, об этом я уже говорил, то есть, любой неудачный выход, равно пора ранее. Церк стоит, смотрит банан, фаги стоит в туалетах, смотрит банан, все стоят, и вместо чемпионата мира смотрит банан. Церк, так, ну, можно, кстати, все еще. Пропустил, думал, что ослепнет, хотя стоит далеко, все-таки Азеро, пропустил. Дубль 2, если будет дубль 2, Азеро не будет лезть, и дубль 2 не будет. Так, вопрос к Депсу, в таком случае, Депс, все-таки, и стила снимает на развороте, Азеро убивает того же самого Серка, Депс пытается найти хоть кого-нибудь здесь, вот он находит, первым, второго собирает, очень хорошо было сделано. Не торопись, Депс, у тебя лежит бомба, не открывайся на банан, ждите мэйтов, ну, что вы такое делаете? Я, но, сейчас снова теряет преимущество, а GKS вместе с Азеро против Итана и Бригзи, Бригзи уже на банане, но вот, китов нет. Самая важная позиция, это банан, Итан, ничего себе, ничего себе, минус 99, 99, 99, а вот он и Бригзи, и теперь на GKS, куда ты выходишь, вы же не вместе, господи боже, а вот они киты, Бригзу сказали, он во время перестрелок прям, эээ, пацаны, сейчас возьму не проблема, а GKS в итоге отлетает, и 15, 12, эээм, 15 превращается, да, да, 13, действительно, ну вот, чё-то как-то всё слишком в TeamSpeak'е, ну подкачивает, подкачивает, не то чтобы паника, я не понимаю, зачем Депс открывался, у него за ящиками позиция бомба на планете, стой, не пикай, зачем было лезть дальше, ну паника, потому что он, он киты подобрал во время боя, я про Депса говорю, когда ситуация 3 в 2 ещё была, это да, это тоже да, и опять же, ну, Оры, короче говоря, в TeamSpeak'е, типа, эээ, там это самое, киты подбирай, да, сейчас, пацаны, погодите, то есть, сразу же мозг переключается, он не может переключаться вот так вот, типа, о, киты, чёрт, забыл, ну, когда у тебя бои, хорошее правило, умер, молчишь, да, в основном, туннельное зрение происходит, когда вот, особенно один на один, тебе вообще наплевать, что киты там какие-то синие, не киты, вот это всё, хоть касатке, наплевать, вот, поэтому, это Ору в TeamSpeak'е, вероятно, в большей степени, какой-то такой, он неприятный, приятный минус для церкви, падает нефти, далее ещё и возможность забрать второго, если полезу, здесь опять же опасность, высоко, не хотят рисковать, потому что, камбэк, действительно, ну, практически уже у них оформлен, два раунда до допов, берите не хочу, так, да я поймал джейкема на перетяжке, выход нам бы базу, что 5-3, быть или не быть, ну, на бплент, выходит, ребята, с пистолетами, сейчас бы, ну же, ещё бы победили, да, было бы забавно, тем более, здесь ещё два калаша, но, нету, недостаток, немножко, гранат, я вижу, почему по одному, а вот по одному, да, действительно, один и там, остаётся, непонятно, думали, что, эй, мы сейчас победили, но тогда плетает, и там, от игрока, команда, ренегейт, сазер, опять же, джекейт, прошепоте, не треплуй, здесь делает, азер, там ещё сделал фраг, ну да, будет, конечно, какой-то бай, последний раунд, второй половины, но, как-то, прям, реально, расхлябанно, вот-вот, в упор, настолько, прям, расхлябанно, играют, energy, вообще не понимаю, что происходит, правильно говоря, очень странная, игра на оверпасе, то есть, кто-то себе позволяет, слишком много, и, к слову о том, смотри-ка, действительно, на т-сайде, команды, борются до последнего, вспоминая то, как протекала первая сторона, было сложно сказать, конечно, что можно получить в итоге, но, когда уж очень хорошо начали, energy, взяли, три первых раунд, потом ещё два сверху, я думал, что ещё нужно для победы, там, два раунда, и потом вот, в ответ они получают, семь подряд, практически, от команды, не имеется, так, ну что ж, ну, последний раунд, ну, давайте смотреть, кто здесь, наошибается больше, тот и проиграл, наверное, Бризи, на монстра, закидывает гранату, Хаешку, тут даже хотел бы кинуть, смог, но максимально поздно, желательно, отходит под ЗИК, опять же, закрывает себя уже, большими, песочками здесь, вообще, песочками, в данном случае, гранаты полетели на бэклэн, это находит на граффити, вопрос, и Бризи, да, работает, песочки здесь работают, всё классно, закрывает сам себя, и там, прикрывает, если что его, если что его, смотри, через макала, девятки, принимает, джеки, мэйзиар, отговорит, или на минусах, по Эзиару, и минусы, от них, типа Бризи, в итоге, 2 в 2, бомба установлена, все 2 в 1, разыграйте вместе, димплейно, как умеете, ну нефти, ну давай, ты же нефти, ну-ка, 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 ну время идет, хотя дофиски-то есть, но время идет, надо открываться, именно кольцер-террористам, кольцер-террористам, открываться, выиграю эту перестрелку, и это 16-14, использую, NRG, спорт, непростая победа, непростая, очень много ошибок, и теперь вот, я в середине этого матча, сказал, что, ну, действительно, так много ошибок, как вчера, вот, в конце концов, я понимаю, что Америка не меняется, как ошибались ребята, так ошибаются, но с тобой не в команде, к сожалению, нам-то видно стороны больше, поэтому тут ничего не поделаешь. и,